приступаем киндер сюрприз у которого открывается крышечка у которого есть колеса даже которые ездят есть спные передачи гофрированные трубы шестерни и само по себе яйцо украшено тоже в стиле стимпанка на вид сложная вещь на самом деле не так уж сложно и сегодня мы с вами в нашем мастер-классе спокойно это сделаем единственно вам нужно будет конечно подготовиться сейчас я вам покажу предметы которые нам понадобятся так давайте посмотрим что потребуется нам для того чтобы изготовить это чудо техники ну во первых софт fimo fimo soft я использую обычно профессионал но софт тоже пойдет особенно переработать с детьми он помягче далее два кусочка медной отожженной проволоки если нет медной можно заменить любой в общем то потом множество разных трубочек разного размера ну вот у меня 4 далее различные заклепочки потом вот этот самодельный приборчик для изготовления шестерень кто не знает как его сделать посмотреть тогда моё видео шестерень из полимерной глины на нашем канале ну естественно пару ножей еще во время работы я буду использовать вот такие приспособления ну принципе это для того чтобы делать полоски разной толщины но дело в том что не пытайтесь их где-то приобрести это я сделал сам и вы в принципе можете спокойно обходиться обычными лезвиями или ножом также при работе я буду использовать пастомашину экструдер которые для удобства зажал в тиски он делает такие колбаски ну естественно не обойдется без печки запекающей если в первых двух случаях мы можем обойтись раскатывая скалкой и раскатывая руками колбаски то без печи мы в общем-то обречены главное что нам нужно это яичко вы скажете а почему бы нельзя там допустим кусок к примеру алюминиевой фольги и обмотав его придать и форму яйца да это можно сделать но дело в том что мы планируем яйцо полое и вот для того чтобы она ровненькое было там внутри они вот такое вот поэтому приходится использовать уже вот продукт яйцо вареное в крутую поэтому с ним ничего не должно произойти итак приступаем перед тем как закатывать яйцо в полимерную глину я вам посоветую каким-нибудь жиром маслом или вазелином смазать сначала само яичко иначе снимать будет не совсем легко обрежем край мы начнем а здесь начинаем защипывать получаем почти пелемень или вареники как хотите и теперь начинаем закатывать аккуратно придавать ему форму после того как мы придали яйцу более-менее нормальную форму и обращать внимание если там немножко неровности есть мы все равно его будем вокруг заклеивать всякими декоративными элементами важнее это сделать ровную отметку вот я сейчас где мы уже потом проведем черту вот где-то так и наметим где у нас сходится потому что потом будет трудно итак возьмем кусочек стекла возьмем подложку и поставим это все в печку запекаться на 30 минут при температуре 130 градусов но мы с вами без дела сидеть не будем мы начнем делать шестеренки и чтобы их потом не отрывать от стола и не портить форму я беру сразу же стеколка стеклышко кладу сюда и просто напросто пока просто вырезаю это у меня от тоже фирмы FIMO такие всякие вырезалки они очень удобные поэтому я только могу это посоветовать и возьмем те наши самые всякие трубочки и вот с помощью вот этих вырезалок сейчас мы с вами сделаем неплохую звездочку допустим шестеренку допустим давайте вот это сделаем сначала просто наметим вот эту окружность затем с помощью 4-х миллиметровой 3-х миллиметровой наметим здесь одно отверстие сначала а потом остальные то есть я их делаю таким образом я делаю крест-накрест сначала а потом еще посередине и таким образом получается довольно таки ровное расстояние мне не надо ничего размечать да и не люблю это все эти разметки так наметили теперь возьмем побольше ну я бы взял скажем так еще наметил порядок теперь мы можем взять самодельный наш аппарат агрегат агрегат и наделать столько много зубчиков сколько нам только вздумается это это приспособление просто треугольничек свернутый из жести который вы можете добыть просто из банки из-под пива чтобы придать еще нашей шестерне более декоративность мы сделаем следующее мы возьмем с вами вот такую миллиметровую трубку она просто в другую чтобы удобнее держать было сделано вставлено и по краю нанесем такие заклепочки можно еще и здесь сделать то есть готово и вот если мы сейчас ее поместим в печь то потом мы ее очень спокойно снимем очень ровненькую хорошенькую если мы хотим приплюснуть ее маленько можем это сделать придать ей не такую заваленную форму готово так как в этот раз нам надо два колеса третьим мы будем делать отдельно то мы сейчас как раз этим и займемся то есть будем делать сразу два наметим где у нас пройдут ступицы вот и тут тут же сделаем и основание ступиц так вот такая следующим этапом начнем вырезать я сделал вот такое приспособление и сейчас начну вырезать раз два два три три четыре четыре не нужно демонстрирую еще раз то есть я делаю друг напротив друга сначала этим удобно стекло я могу как угодно поворачивать и вот так теперь делаю посередине вырезаем 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 убираем лишнее заготовки ставим сюда заготовки наших ступиц и одно отверстие второе отверстие примеряем наши заклепки примеряем наши заклепки они входят как раз как нам нужно так и отправим запекаться как вы успели заметить переднее колесо у нас более сложное выглядит немножко по-другому оно сделано из обруча такого рифленого и двух шестеренок давайте сделаем шестеренки и обруча шестеренки мы поступим так возьмем сначала намечен здесь от него первый внешний круг и второй внешний круг сделаем здесь отверстие по краям нанесем заклепки раз два три четыре схема такая же как и зубчиками так теперь с помощью вот этой трубки наносим здесь то же самое один если забилось у вас трубочка можно спокойно почистить и теперь взяв трубочку побольше вот она у нас начинаем наносить зубчики зубчиками 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 теперь удалю скорлупу и на этом можно считать готово теперь когда мы наши половинки освободили можем для того чтобы во время запекания нового не поломалась наша форма она имеет такую тенденцию так здесь и здесь где у нас вот здесь она должна садиться так ну а теперь сделаем длинную полоску в этом мне поможет мой новый инструмент вот это его преимущество работает быстро и надежно так и теперь возьмем гель смажем эту часть верхнюю только верхнюю гель это тоже от фирмы FIMO по сути дела это тот же самый та же самая глина только в ней очень много пластификатора и поэтому она служит как бы склеивающе на самом деле она просто запекает наше изделие и именно это я хочу сейчас сделать я хочу вокруг сделать такую полоску которая была бы ограничителем с одной стороны а с другой стороны декоративным элементом выслужила прикрыла нашу щель сразу же я хочу наделать много разных заклепок теперь достаточно я думаю и сюда сейчас мы нанесем эти заклепки делается так поддеваем на кончик ножа и наносим здесь чуть-чуть придавливаем не сильно чтобы отпечатки пальцев не особо как оставались и потом взяв небольшой шарик делаем здесь углубление запекать будем уже в яичнице теперь у нас ничего не нарушится поэтому лучше всего вот у меня есть такая металлическая поставим в печку так как она есть и запечем а тем временем испеклись наши шестерни и чтобы сделать колесо нам не хватает только вот такой ребристой поверхности делаю я очень просто я беру шестерни у меня в этом случае металлическая но вы можете воспользоваться такой который вы достанете и провожу я по пласту затем беру теперь возьмем подходящего диаметра трубочку и аккуратно соединим ее здесь и выровняв об стол допустим оставим печь вот нам в общем-то готовы уже и обод колеса на этом наша первая часть мастер-класса закончена в следующей мы сделаем вот этот редуктор сделаем гофрированные трубы украсим яйцо соберем колеса и если успеем то еще и покрасим окей до следующего раза я не прощаюсь я не прощаюсь